Итан Шишков Итан Шишков Мы говорили о параллели между Моше, дарованием Торы на горе Синай и излиянием Духа Святого в Иерусалиме, в Верхней Горнице И теперь мы хотим сравнить то и другое Ну и раз мы уже говорили истории с Нового Завета, стоит поговорить из пророков Потому что часть моего мотивации у нас, чтобы быть с вами, это показать как все священное писание хорошо соединяется друг с другом И вот блестящая иллюстрация, как Петр в день Шавуот цитирует пророка Иоиля Деяние апостола, вторая глава, 16 стиха Он начинает объяснять, что люди увидели Они подозревали, что что-то тут не так Ученики говорят на разных языках Какая-то крик посреди праздника Ну, вы знаете, что такое праздник Есть цепия, леидна огут, кака-ва-кака Ожидание вот такого-то поведения Рега, маа, маа, маа кура леталмидима Секундочку, а что с этими ребятами? Мы слышим наши языки Азэм хашву, шэм аю шикурим бабокер Итак, было мнение, что они уже с утра пьяны Но Петр говорит, нет, они не пьяны А то, что здесь происходит, предсказано через пророка Иоиля Ну, ясное дело, Иоиль писал несколько сотен лет назад И я напоминаю, что он писал в последних днях Вот что будет в последние дни, говорит Бог И залью од мой дух на всех живущих И будут пророчествовать сыновья и дочери ваши Юноши ваши будут видеть видения А старцам будут снять совещие сны Да, на всех рабов моих и рабынь И залью в те дни мой дух И будут пророчествовать Явлю знамения ввыси, на небе И дивные знаки внизу, на земле Кровь, огонь и столбы дыма Саша, но это было приблизительно 2000 лет назад И Иоиль говорит о последних днях А Петр говорил, что это относится к тому, что происходило 2000 лет назад Так в чем дело? Может Петр не понимал? Но он был под помазанием Святого Духа Мне кажется, что у меня есть объяснение Еще раньше в книге Иоиле Он говорит, что он послал дождь осенний, то есть ранний И ливень весенний, то есть поздний, как прежде Так очевидно, что Петр говорит о первичном дожде И так мы В таком случае мы ожидаем последнего дождя И это достаточно логично Потому что еще через несколько стихов Иоиле говорит о таком последовательности Батхалат Петр Далет в Иврит В Петр 3 в Сафот Ахарот Он сказал Кхине бьямим Ахема У ваэта хи Ашер ашив Эт шавут Иоиле в Иерусалим Батхалат Петр Далет Батхалат Петр Далет Когда мы соединяем все это вместе с остальным прочством Иоиле Мы соединяем это с тем, что Петр сказал во втором дне Как я понимаю, мы подходим к нашему периоду Вот почему вы понимаете, почему мне так кажется, что шавут очень важный праздник По тому повторению, что Бог напоминает Если видеть цикл весенних праздников Как первое пришествие Мессии Что Иешуа пришел и отдал себя в жертву В воскресе из мертвых И мы видим цикл весенних праздников Праздник Труп Праздник День Искупления И праздник Суккот как второе пришествие Мессии Потому что написано, что он спустится вместе с трубным звуком И мы видим, что День Искупления очень напоминает прочство Захарии Что все его увидят И поймут, что он является жертвой за нас И в конце Суккот он получит венец над всем миром Поэтому шавут относится к времени, которое сейчас в историческом периоде Занятно, что есть такая раввинская сказка Если мы смотрим на историю, которая продолжалась 6000 лет Говорят, что есть 2000 лет до дарования Торы 2000 лет после Торы 2000 лет после Торы И 2000 лет россияне Время народов И затем будет одно тысячелетие субботы Что это будет время Мессии Окей, агада Мы не должны так Да, это сказка Не надо обязательно понимать ее буквально Но Бог хочет дать нам намек через эти праздники Давайте посмотрим на параллель между горой Синай и горой Сион Потому что в праздник Шавуот они находились в Иерусалиме Значит, в обоих смыслах они были на горе И в первый случай он относился к Моисею Второй случай он относился к Иешуа И происходили сверхъестественные вещи в природе Было огонь на горе И барак И граммой И шофар И трубный голос Это была гора Синай в Иерусалиме Также на всех учениках тоже был огонь И голос сураганного ветра Я вижу вот эти явления очень параллельными Во-первых, можно сказать Приняли Божье Откровение И во-втором случае приняли Божье Дух Вот он Божье План Он хочет подчеркнуть, показать нам Что нам нужно и Его Слово, и Его Дух И связь между этими событиями нас соединяет с историей Израиля И еще одна вещь, которая мне очень нравится Что Бог не сделал вот эти все мероприятия для одного единственного человека Перед горой Синай стояли все израильтяне В Иерусалим, в Хаг Шавуот А в Иерусалиме В празднике Шавуот Это произошло со 120 учениками Ахувим, Элухим Роцей лекабец אותנו Любимый Бог хочет соединить нас Он призывает нас Искать Его вместе Написано в книге Деяния Что они были с одним сердцем И тогда Он может послать Свою Тогда Он может дать Свою силу Когда мы вместе Я вижу это как Божий адрес на лице земли И чтобы усилить этот пункт Мы идем в конец книги Исход Исход 40, 34, 35 Это после всех приготовлений и строительств Скини Мошей и все работники сделали все Что Бог дал им какие инструкции И облако скрыло шатер встречи И слава Господня наполнила Скини Снова, кто там был? Все израильтяне Стояли и видели Скини И не мог он войти в шатер встречи Ибо облако окутало шатер встречи И слава Господня наполнила Скини И что мне особенно нравится Что ту же самую картину мы видим В освящении храма В книге Пэрэк Хэт Сов Пасук 10 и 11 У нас это Третье Царство Восьмая глава Пасуким Пасуким 10 Третье Царство Третье Царство Восемьдесят десятого стиха Облако наполнило храм Господень И не могли священники из-за этого облака стоять и продолжать свою службу Эта слава Господня наполнила собой храм Господень И не есть לנו и корон хашув И вот у нас есть очень важный Слышок Очевидно, что Бог так сильно любит Когда его люди вместе Когда мы поклоняемся ему Когда мы приносим перед ним жертву наших уст Он хочет наполнить это место собой Облаком его славы Мы нуждаемся в этом Я думаю, что вы продолжите с нами Большое спасибо Дорогие друзья, шалом Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году, в январе Мы запустили этот проект И наше желание было выставлять Максимальное количество мессианских видеоматериалов Чтобы интересующиеся могли понять Рассмотреть и выучить какие-то Аспекты Библии С еврейской позиции Уверен, что это помогает вам У вашей веры Чтобы становиться и возрастать И понимать Писание намного больше Вместе с этим я хочу напомнить вам Что этот волонтерный, добровольный проект Мы ведем, выкладываясь полностью И лучшие люди работают над ним Это стоит нам денег Я не очень люблю просить Но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае вы ничего не обязаны И вы все-таки захотите пожертвовать Два, пять, три доллара Сколько захотите То при множестве Это усилит наши возможности Переводить материалы с иврита Давать вам видеть большее количество учений И я уверен, что это будет благословение И для вас, и для нас Мы создали такую возможность Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То там будет возможность Через PayPal-систему Сделать небольшое пожертвование Это будет благословением Уверен для нас Уверен для вас Пусть Бог благословит вас Спасибо, что вы с Оазис Медиа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому